Ассалам алейкум. В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Вы повторно пришли? Да, повторно я пришел. Он сказал, отправим запрос в Махачкала. Всего не приехал, что ответил. Да или нет? Если нет, я в Махачкалу еду. Военкомат отказал, но он не сдается. 71-летний пенсионер из Кайтакского района добровольно готов поехать в зону специальной военной операции. Более 10 уголовных дел. Таков итог задержания участников протестных акций, прошедших в Махачкале. Ущерб на 400 миллионов рублей. Факт нецелевого использования земли выявили специалисты Россельхознадзора в Дербенском районе. По выявленным фактам причинения вреда в почве госинспекторами Россельхознадзора рассчитан ущерб на сумму около 400 миллионов рублей. Вся информация направлена в региональное имущество. Дагестане это умеют. Республика попала в красную зону Банка России из-за высокого уровня подставных аварий. Сегодня на центральной площади Махачкалы собрались тысячи верующих для того, чтобы вознести ко Всевышнему общую молитву. На республиканский маджлис приехали мусульмане из разных городов и районов Дагестана. Перед собравшимися выступили известные ученые-алимы, которые говорили не только о религии, но и о нынешней ситуации в стране. Мероприятие было приурочено к первому дню месяца Раби-Уль-Авваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Более подробный материал об этом событии смотрите в наших следующих выпусках. 71-летний пенсионер из Кайтакского района рвется в бой. Третий день житель села Чумли, ветеран чехословацких событий Султанбек Тахаев, обивает порог местного военкомата. Мужчина готов добровольно примкнуть к бойцам российской армии для участия в специальной военной операции, однако по возрасту он под мобилизацию не попадает. Тем не менее, Тахаев не намерен сдаваться и собирается поехать в главный военный комиссариат республики. Я служил в Германии. Шесть месяцев у меня учебка тоже был. Снайпер. Чехословацкий, Собицкий участвовал. Почему мне нельзя? За такой презентарий я жизнь хочу. И в продолжение темы. Руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов посетил в Кизляре межрайонный пункт сбора мобилизированных. Здесь он пообщался с призывниками и ознакомился с условиями, в которых идет сбор резервистов. Чиновник положительно оценил работу Кизлярского и Тарумовского военкоматов. Вам огромное спасибо от имени Сергея Георгиевича, генерал-полковника. Он сказал, что мы ездили в Казахстан, посмотрели, что происходит. И поблагодарили всех, кто занимается этой непростой, достаточно работы в это достаточно сложное время. Вам огромное начало. Спасибо и пожелания добровольцев. Вот, например, кому за 60 уже, кажется, даже не рассматриваются. Я служил в спецназе ВДР, я был в ополчении 99-го года в Кумандах. Я еще сегодня тренирую детей на Альмете в лагере «Патриот» в Бунинском районе. Меня учить не надо, я уже готовлю, я сам обучаю. Почему не рассматривают, кроме возраста, все остальное, что человек изготовлен. И не надо уже, как говорится, сразу можно кидать от этого. Ну, видимо, таких, как мы, держат на запас. В Махачкале возбудят уголовные дела против участников акции протеста. Сотрудники полиции собрали материалы для возбуждения более 10 уголовных дел в отношении участников несанкционированных акций против частичной мобилизации. Об этом сообщает издание МК в Дагестане с ссылкой на председателя Координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева. Сегодня общественники по обращению к граждан посетили советский РОВД, где в отделе находится порядка 100 задержанных молодых людей, в том числе и девушек. Прошедшие в Махачкале акции протеста прокомментировал накануне и глава Дагестана Сергей Меликов. Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. «Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких», – написал Меликов в своем телеграм-канале. Россельхознадзор требует возмещения ущерба, причиненного землям Дербенского района, на сумму около 400 миллионов рублей. На землях отгонного животноводства госинспекторы Кавказского межрегионального управления в ходе совместных мероприятий со специалистами Министерства по земельным и имущественным отношениям выявили грубейшие нарушения действующего законодательства. Земли сельскохозяйственного назначения общей площадью около 350 тысяч квадратных метров используются не по целевому назначению. На территории местного сельскохозяйственного производственного кооператива организованы многочисленные карьеры по добыче пиленого камня. На территории сельскохозяйственного производственного кооператива организованы многочисленные каменные карьеры по добыче пиленого камня. Нанесенный землям ущерб огромен. По выявленным фактам причинения вреда почве госинспекторами Россельхознадзора рассчитан ущерб на сумму около 400 миллионов рублей. Вся информация направлена в региональное имущество, а также в адрес Волжской межрегиональной предохранной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. Банк России отнес Дагестан в красную зону из-за высокого уровня подставных аварий. В общем, в список попали 12 регионов России, из которых 6 субъекта СКФО. Как сообщает Центробанк РФ, страховые компании в этих регионах тратят больше на выплаты, нежели зарабатывают. Главная же проблема, как заявляют страховщики, множество подставных ДТП. В поселке Ленинкент торжественно открыли завод по производству медицинского кислорода. Инвестпроект был реализован в очень короткие сроки. Полная загрузка мощностей позволит производить 1800 тонн кислорода в год. Наличие в регионе такого предприятия актуально не только в связи с пандемией, но и в рамках плановой медицинской помощи. Соответствующий инвестиционный проект по строительству предприятия по производству медицинского кислорода был реализован общим с ограниченной ответственностью Транспарма в очень короткие сроки, за что мы благодарны инициаторам этого проекта и Министерству здравоохранения нашей республики, и комитету, вернее, агенцию по предпринимательству, Министерству промышленности и транспорта администрации города Махачкалы, за что я всем выражаю огромную благодарность. И о спорте. Победители открытого Кубка Гумпетовской футбольной лиги определились на одном из полей в селе Новуартлух. Турнир среди выходцев из разных сел этого муниципалитета длился в течение трех месяцев. 16 команд проводили игры на групповом этапе каждую неделю, а в финальной стадии боролись на вылет по олимпийской системе. Проходит финальная часть Кубка Гумпетовской футбольной лиги. Этот сел у нас является пятый. В финале у нас встречаются команды Данух и Целетли. Все проходят при поддержке администрации Кубка Гумпетовского района. Все участники, призеры, победители будут награждены ценными наградами. В общем, три месяца команды боролись и именно сегодня выявится чемпион Кубка Гумпетовской футбольной лиги. Матч двух сильнейших команд порадовал зрителей острой борьбой и, главное, голами. В игре за кубок и золотые медали сильнее оказались футболисты из села Целетли. Встреча завершилась со счетом 5-2. Помимо почетного трофея, организаторы учредили призыв в индивидуальных номинациях. Призеров награждали представители районной администрации и муфтията. В этот же вечер также подвели итоги регулярного чемпионата сезона 2022. Здесь золотые медали достались игрокам команды Данух. Боксер Муслим Гаджимагомедов возглавит сборную России в матчевой встрече против Кубы. Турнир в рамках супер-серии пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге. Серебряный призер Олимпиады в Токио проведет поединок в весе до 91 килограммов. Соперником Гаджимагомедова станет чемпион Кубы Пиндер Чавеку. Всего в рамках матчевой встречи состоится 5 поединков по правилам профессионального бокса. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин